Приветствую вас! Давайте мы с вами разберем ваш вопрос, который вы задаете, и попробуем на него ответить. В первую очередь хочется сказать, что вы заведомо в отношениях ставите себя в наименее выгодную позицию, а если совсем честно, то вообще в невыгодную. Почему? Дело в том, что вы хотите быть человеком по той причине, что он вас любит, и что вы не хотите делать ему больно. То есть вам, вероятно, нужна его любовь, этого человека, ну любовь этого мужчины. Вы нуждаетесь в ней, в любви этого человека, вот. И поэтому вы не хотите его терять. Вы не хотите его терять, вы боитесь его потерять. Ну, возможно, боитесь его потерять. Я, конечно, здесь не уверен, да, но может быть, может быть такая история, вот. И, соответственно, вам нужно определиться со своими моральными взглядами, своими моральными установками. Потому что на данный момент все это выглядит как, знаете, жертвование собой с одной стороны, да, и с другой стороны все это выглядит как некая такая потребность получить то, что вы не получили в предыдущих отношениях, скажем так. Вот. На мой взгляд, это далеко не самый лучший расклад, который может быть у вас, если вы хотите, ну, построить действительно хорошие здоровые отношения. Вот. То есть, здесь вот вам нужно определиться со своими все-таки моральными аспектами, вот. Потому что, ну, без этого вы никак не сможете, значит, выстраивать, выстраивать, да. А дальше, следующее, что мне показалось, да, следующее, что мне показалось, исходя из, значит, того, что вы написали. Это то, что вы еще не отошли, возможно, от предыдущих своих отношений, в которых вы, ну, возможно, находились, да, и находитесь, возможно, до сих пор. Вы от них не отошли, вы их еще не забыли. Вот. А вы сравниваете, по крайней мере, свои чувства с чувствами, которые вы испытывали тогда. Да. Вот. А это прямой путь, значит, как раз-таки к обходу от любви, потому что любовь не может быть сравненной, да. То есть получается, что человека вы не воспринимаете таким, какой он есть. Вот. Получается, что человека вы воспринимаете только либо в сравнении, да, с прошлыми отношениями. Либо в контексте, ну, например, своих желаний, да, то есть вот, ну, того, что вы хотите, да, для чего, того, для чего вам, ну, нужна, нужна, например, например, любовь, да. Вот. То есть здесь еще раз такой вот важный момент, который вам нужно учитывать. Потому что без него, без этого момента, ну, без учета этого момента, можно так сказать, без учета этого момента, вы, опять же, не будете счастливы в отношениях своих. Так? Вот. Значит, следующий момент, следующий важный аспект. Это то, что вы не хотите делать ему больно. Я, конечно, могу ошибаться, вы со мной вправе не соглашаться. Вот. И я делаю выводы только на основе той информации, которую вы предоставили, но, если вы не хотите делать человеку больно, что вы донесете до него, что вы его не любите. То есть, если вы не хотите делать человеку больно, то вы дадите ему понять, что отношения с вами, да, вот, никуда не приведут. Если вы не хотите делать ему больно. Потому что он чувствует и надеется на то, что у вас, ну, на то, что вы будете взаимны с нему, да, вот. А вероятность того, что вы сможете быть, сможете дать ему взаимность, но, к сожалению, ну, достаточно невелика. Это уже, наверное, ответ на ваш следующий вопрос, но тем не менее. Потому что чувства не то, что можно заставить появиться. Появиться. Да? Вот. То есть, тут вот, опять же, вопрос о том, насколько вы ориентированы на человека. Ну, по-настоящему ли вы ориентированы на него, или вы ориентированы все-таки в большей степени на себя. То есть, на самом деле, на самом деле, плохого в ориентированности на себя ничего нет. Давайте сразу с этим определить, чтобы у нас не было недопонимания, да. А плохого ничего нет. В том, что вы можете ориентироваться на себя. Но просто в этом нужно отдавать себе отсчет. Отдавать себе отсчет в том, что вот это я делаю для себя. Вот это я делаю для него. И здесь волнует меня то, что со мной происходит. А здесь меня волнует то, что происходит с ним. Ну, с мужчиной, например, да. Вот. И все. То есть, вот это то, что вам обязательно нужно для себя определить также. И после этого уже двигаться спокойно к своей, к выбранной вами, именно вам, вами выбранной цели. Знаете, какой аспект, какой важный момент здесь имеет место быть, да. Дальше. Значит, по поводу того, по поводу того, как можно воспламенить эти чувства по отношению к этому человеку. Очень, надо сказать, странный вопрос. Ибо, такое впечатление, что вы считаете, что чувство, это вообще что-то подкапрольное человеку. Чувство, это творчество. Чувство, это порыв, это импульс. И если у вас не возникло этого импульса к этому человеку, то он, скорее всего, уже и не возникнет. То есть, вопрос в том, для чего это вам, и вопрос в том, вопрос в том, что мы готовы для этого сделать. То есть, то есть, вы думаете, что, вы серьезно думаете, что, вот задав вопрос, один вопрос, да, вы получите ответ на то, как воспламенить чувства к другому человеку. Если бы было такое решение, как воспламенить чувства к другому человеку, если бы было универсальное решение для этого, то вы думаете, что люди бы обращались к психологам, например? Вы серьезно считаете так? Вы серьезно считаете, что есть такие универсальные решения, которые помогают, значит, ну, сделать так, чтобы появились чувства? Я специально задаю вам этот вопрос, потому что я хочу, чтобы вы, ну, как-то вот подумали, да, подумали на эту тему, чтобы вы как-то, может быть, ну, может быть, переоценили свой вопрос, да, может быть, как-то вот пересмотрели его. То есть, в теории, в теории, конечно, чувства можно вызвать, но для этого вам, как минимум, нужно быть свободным, да, и для этого вам, как минимум, нужно не сравнивать свои отношения, да, ну, вот, свои чувства, да, с тем, что есть на данный момент, понимаете? Потому что до тех пор, пока вы сравниваете, любовь, она, в принципе, невозможна. Потому что на данный момент, сейчас вы не творите, на данный момент вы не творчески подходите к, ну, к ситуации, вот. Понимаете? Такая история. Поэтому, поэтому ваш вопрос, мне кажется, конечно, странным. Ваш вопрос, мне кажется, странным, немного детским, ну, и довольно эгоистичным. Тут, я полагаю, скрывать не буду. И, собственно, вопрос, который можно задать вам, что вы хотите вообще с этим всем делать, что вы хотите. То есть, воспоминайте чувства хорошо, давайте тогда освободим вас от прошлых, значит, отношений, тем более там у вас произошла измена. Вот, измена, это всегда достаточно серьезная, значит, травма, ну, психотравма для человека. Вот, соответственно, вам нужно освободиться и от нее тоже. И, значит, тогда, я думаю, что вы получите для себя возможность, по крайней мере, увидеть, по крайней мере, увидеть человека, да, увидеть человека. Настоящий. То есть, не в сравнении с кем-либо, да, не в сравнении с кем-либо, а настоящий. И я полагаю, что это и станет для вас первым шагом, значит, к тому, чтобы начать новое отношение. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что мой ответ был полезен вам, надеюсь, что немножечко прояснил те аспекты, которые вам, ну, которые вам были непонятны. Вот. Надеюсь, что после моего ответа вам, ну, какие-то моменты стали более яснее, вы поняли, куда вам нужно двигаться. Вот. И, соответственно, если нужна помощь будет, то обращайтесь. А я и мои коллеги вам с радостью поможем. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно для вас. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.